Ребятки, всем привет! Я прошу сразу брать телефоны, ну, потому что, чтобы впитать самое интересное и полезное. Постараюсь вам дать реально пользу, потому что вижу все возраста разные, все энергичные, и всем хочется какой-то пользы, чтобы реально применить себе в жизни все это дело. Съемки, там, рилсы, шмилсы, шурсы и так далее. Все любят, когда... Поднимите вообще руки, кто снимает какой-то контент, везет каналы какие-то себе, другим, кто-то пробует. Так, а есть кому-то вообще просто интересная тема медиа вообще? В жизни потом зарабатывать на этом, хоть сейчас даже зарабатывать на этом интересно кому-то? Ну, вроде полезно, да, будет? Отлично. Так, давайте пару минут о том, кто я вообще и почему я вам перед вами должен разговаривать. Собственно, я уже давно занимаюсь в сфере медиа. Я работал на киноплощадках с Бондарчуком, Ильё Куликовым. Это «Притяжение», «Притяжские срублевки», «Универы», может, знаете, какие сериалы, может быть, слышали, не знаю. Короче, в киношке давно. Вот, там очень интересно, но туда не просто попасть. Далее продвинулся я в сферу Ютуба. У меня сейчас на продюсировании, режиссировании и полностью введение под ключ 11 каналов. Это бизнес-каналы, развлекательные каналы, различные контента, также продюсирование инстаграм-каналов. Вот. Собственно говоря, для того, чтобы всем было что-то полезное, я предлагаю, чтобы кому прям вот максимум хочется выжить в пользу, просто пересесть на первые ряды и задавать им вопросы. Я буду прям конкретно из жизни, опыт огромный, нужно впитывать мою пользу, такое буду оглашать, ну, не всем, я такое-то курсы записываю, такие секреты раскрываю, там, введение инстаграм, как продвигаются рилсы, шорты, всего остального. Вот. Можете задавать в любой момент вопрос, поднимаете руку, что вам интересно. Привет, как тебя зовут? Испирь. Да, Испирь, какой вопрос? Как начать вести свой христианский канал? Христианский канал. Ага. Так, для этого нужно сначала начать просто вести любой канал, свой канал, чтобы у тебя сформировалась речь, как правильно подавать информацию, потому что очень много людей смотрит не контент, а человека. Прежде всего, для того, чтобы быть популярным, нужно научиться рассказывать истории, научиться работать голосом, то есть какие-то интонации добавлять. Не просто рассказывать, здравствуйте, я вот сегодня иду вот с улицы, и вот смотрите, вот-вот хорошо все. А нужно так говорить, ребятки, иду с улицы, тут такая история, тут знаете, кто лежит? Ааа, сейчас покажу. Ну, давайте сначала расскажу, а потом покажу. То есть нужно завлекать, научиться это делать, и дальше уже можно переходить на профессиональный контент. То есть если в твоей сфере это христианский контент, выбираешь, допустим, какой-нибудь стих из Библии, который тебе очень нравится, и придумываешь для него историю. Как ее рассказать обычным языком? Самое главное в жизни, в медиа-контенте продает только простота. Чем проще расскажешь, тем лучше людям это понравится, они нажмут лайк и перешлют другому человеку. Это самое главное. Нельзя говорить умными фразами. Чем проще ты переведешь, особенно для своего возраста, как ты понимаешь этот стих, так же ты и рассказывай. Преподавай информацию, насколько это полезно, задумайтесь об этом. Вот это было интересно для меня. А как вы считаете? То есть прям своим языком. Если вот, допустим, сколько вам лет? Вот 15. У вас один стих будет преподноситься по-разному. То есть, соответственно, вам нужно преподносить свой контент, допустим, в христианском блоге по-другому, не как, допустим, ей. Но своим языком это важно. Нельзя подходить, допустим, как просто вот церковь, мы идем и двигаемся как церковь. Да, это наша благовесть может так двигаться, потому что она церковь. А мы как личные люди, мы личности. И мы должны интерпретировать все, пропускать через себя и выдавать. Тогда будет намного проще. Собственно говоря, как будто вот так вот. Полезно? Хорошо. Кто еще у меня вопрос какой есть? Давай. Вот, как сделать, чтобы видео залетело? Так, какое видео? Про что ты хочешь снимать? У меня... Про что? Видеоигры, правда. Видеоигры? А, какие игры? Компьютерные? Телефонные. Телефонные игры. Ну, для начала нужно, наверное, взять второй телефон, чтобы снять, как ты играешь с телефона. А для чего? Вот первый вопрос. Для чего снимать контент? Для чего ты хочешь вон залетел? Чтобы в дальнейшем надо зарабатывать. На этом не получится зарабатывать. Сразу открою тайну. На том, что интересно вам, скорее всего не получится зарабатывать деньги. Смотри. Для того, чтобы было интересно, нужно снимать на интересные темы. На интересные... На игры у тебя будут... Смотрите. В каждой сфере, про что бы вы ни снимали, про бизнес, про христианство, про то, как вы играете, есть определенная аудитория в Инстаграме. То есть делится. Кто-то смотрит котиков, кто-то смотрит про Бога, кто-то смотрит про машины, кто-то смотрит про видеоигры. И аудитория совершенно разная. Про котиков там их миллиарды, про христианство у нас миллионы, а про машины, которые ездят на квадратных колесах, вообще единицы. Согласитесь? Вот. Сперва нужно выбрать ту аудиторию, в которой очень много этих людей. Для того, чтобы у тебя было больше шансов. Второе. Точно такой же совет. Сперва начать снимать сторисы для себя. Самый, ребят, самый easy контент. Научиться разговаривать с сторисы. Если у вас никого нет подписчиков, у вас ноль подписчиков, вы берете телефон и ходите весь день разговариваете. Просто снимаете себя, пытаетесь рассказать интересную историю, которая происходит с вами именно сейчас. Даже если у вас один подписчик, вообще не важно. Просто учитесь на камеру. Один год вот такой тренировки, и вы просто, ну, вы увидите разницу, и чтобы это было много проще. По контенту, как преподносить рилсы и шорсы. Так, давайте сразу расскажу. Инстаграм и Ютуб – это разные платформы. Если хотите, чтобы у вас залетало в Ютубе ролики, их надо снимать немножко по-другому. В Инстаграме по-другому, опять же. Если мы берем Инстаграм, ну, есть одно критерие. Первые три секунды. Есть первые три секунды, которые должны продать. То есть, что-то нужно сказать интересное, зацепить словом, зацепить картинкой. И если вы не публичный человек, то лучше бы, чтобы первый кадр был без вашего участия, без лица. Какая-то картинка, надпись, просто слова. И только потом появляетесь вы. Если вы не публичный человек, то, скорее всего, просто вас смахнут. Ну, потому что это просто неизвестный человек. Второе. Сейчас очень большая конкуренция, поскольку рилцы уже и шорцы набирают огромную популярность. Приходится очень сильно конкурировать. Если у вас картинка не очень красивая, это не значит, что она снята на телефон. Оно не нужно снимать на камеру. Хорошая картинка – это правильный выставленный свет. Это не так сложно. Выбрать какие-то правильные позиции, как посвятить себя там домашним светильником, какой-то поставить там браз сзади и поставить телефон, и правильно его настроить. Немножечко, и у вас получится совершенно другая картинка. Выбрать правильный фон, подальше встать от стены. То есть есть правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы просто хотя бы начать зацеплять картинкой. И вот, если это интересно, это можно позже разобрать. Если, ну, я думаю, возможно, на мастер-классах другие такое разбирают, или есть какие-то курсы бесплатные на Ютубе, по-любому. Все то, что любая информация есть в Ютубе. Как выставить свет правильно? Важно. Если мы... У нас есть много алгоритмов. То есть хорошая картинка, 3 секунды, которые должны зацепить. Интересная история. Ваш хороший внешний вид. То есть вы не можете выйти перед камерой в растянутой футболке и вот с такими этими на голове. Потому что это неправильно. Это не будет цеплять взгляды зрителя. Просто он смахнет. Вам важно привести себя в порядок, заморочиться девушкам обязательно, накраситься красиво. Подобрать красивую одежду. Пусть это будет 20 секунд, но к ним нужно подготовиться. Если будете подготавливаться каждый раз к новому, к новой записи, 1 секунда, то у вас через некоторое время будет результат. Вы с каждым видео делаете лучше, лучше, лучше себя в внешний вид. Лучше я одену что-то другое. Давайте я прическу изменю. Давайте я буду говорить по-другому. И каждый рилдс вы будете обучаться, именно становиться лучше. Не надо копировать других. Надо просто становиться лучше в версии себя, немножко. И будет все прекрасно. Какой вопрос? А разве наоборот не получится из-за того, что где-то растянутая футболка, гиряшки, мать-веческа, зацепить человека, что обычно? Вот я листаю, мне попадаются вроде как нормально одетые люди, а тут бац, какая-то неряга. Если ты будешь сидеть на сиденье Роллс-Ройса, я думаю, зацепят. Но есть небольшой шанс. Ну, шанс всегда есть. Не могу сказать, что 100% не залетит. Потому что Инстаграм и Ютуб, это всегда есть шанс случайности. Случайность всегда есть. Но мы же всегда работаем, то есть все каналы, которые веду, мы делаем на то, чтобы просто было больше шансов. Если ты хорошо оденешься, выставишь хорошую картинку, расскажешь хорошую историю, у тебя процентов будет 90, что Рилс посмотрит и перешлют. А если ты просто в растянутой футболке что-то там скажешь, у тебя звука не будет, петлички вот такой хотя бы, или хотя бы проводной, который стоит небольших денег. Я думаю, каждый родитель ваш сможет или вы сами себе купить эту петличку. Ну, звук это, кстати, забыл сказать, это 50% успеха вообще в любом, в любой съемке. А еще самое забыл сказать, простите, самое главное. Бог это самое главное вообще. Я для того, чтобы куда-то добиться, что-то я молюсь каждый день. Потому что, Господи, дай мне какие-нибудь проекты хорошие. Я хочу просто помогать людям. Пусть я буду благословением для тех проектов, которые делаю. Пусть они в бизнесе будут все опереть. Я буду им помогать. Это самое главное. Только потом будет все остальное работать на самом деле. Да, раз. Вот ты делал, что популярность набирает красивую кирпичную сумму. Ну, а, например, если, например, я скину 20 этажа кирпич на любую машину, это же тоже, как бы, прикольно. Это трэш-контент. Да. Но на машину... К этому контенту нужно готовиться. Я согласен. Такой контент заходит. Но такой контент ты не продашь. То есть ты будешь набирать подписчиков, ты будешь набирать просмотры, но в итоге ты не заработаешь денег. Если ты не заработаешь денег, 10 лет ты будешь работать, у тебя будет 100 тысяч подписчиков, 200 миллион, но ты не будешь продавать, ты просто забросишь его и уйдешь на работу. Если ты хочешь на Мишу Литвина сказать про Мишу Литвина, ты имеешь это в Мишу Литвина? Мистер Бист. Он основан на другом. Он на другом основу. Он... Он... Мистер Бист, секрет успеха Мистера Биста, просто вкладывать свой заработок в развитие. То есть он раздавал, он получил первые деньги за свою рекламу и ее просто взял, раздал. Эти деньги на камеру. Он... Я слышала историю, как он в начале... Ну, у него вы купили в игру за 5 тысяч долларов. Но он просил его купить за 10 тысяч, чтобы создать ролик. Я по-другому уже 10 тысяч рублей. А вопрос какой? Вопрос какой? Вот, но я не понимаю тогда, ну какой смысл? В чем было? Вот ты еще не знаю, все равно же контент будет. Контент будет. Но если ты неряшливо одетый, плохая картинка, плохой звук, ты хоть миллион раздашь сейчас на улице, у тебя контент не залетит. Ну, потому что некрасивая картинка, она выделяется. Когда ты листаешь ленту, у тебя есть 3 секунды, чтобы привлечь внимание. Не важно. Ты там не успеешь за эту секунду дать тысячу рублей, дать миллион. Не успеешь. Она где-то у тебя там на секунде 15-20 проходит. Вот есть 3 секунды. И 3 секунды это не твой аф, не твой посыл. Давайте посмотрим, как отреагирует зритель, которому я отдам тысячу рублей. Или посмотрим, как разобьется машина там с 10 этажа, когда я кирпич буду кидать. У тебя есть секунда, когда ты только на крышу поднялся, кирпич взял и все. А толку нету. Понимаешь? У тебя есть 3 секунды. За 3 секунды ты не успеешь это сделать. Если ты за 3 секунды успеешь кинуть ее туда, то 3 секунды, скорее всего, тоже не зайдут. Особенно на Ютубе. В Ютубе важно, чем больше длительность просмотра, тем лучше. То есть в Инстаграме просто удержание там среднее нормально, а в Ютубе наоборот. Чем больше смотрят, это сложная статистика. Если прямо кому-то интересно по поводу статистики, какие видео по просмотрам, кликабельности, по превьюшкам, по картинкам заходят, это я тоже разберу. Если прямо кому-то интересно, это разберем. А, я понял. Я понял, как один блогер, но прямо в ее подписчиков за один стрим, который уколо 10 часов. Ну, не старайся брать каких-то определенных блогеров, которые зашли. Ну, у них бывает случай. У тебя есть случайность, но она маленькая. Там 2%, когда у тебя может затерился, ты наберешь миллион подписчиков. Но я сейчас рассказываю вам о том, как дойти 100% до результата и начать продавать. То есть важно. Если вы хотите вести свои соцсети, они должны вести для чего-то. Либо вы там должны продавать себя, христианство, свой блог, то есть Бога. Ну, есть продажи, по сути, мы везде совершаем, каждый день. Чтобы нас подписывали, все это продажи. Продать себя для того, чтобы нас купили и нас смотрели. Если мы это не делаем, то зачем вести контент? Вы просто перегорите и перестанете это делать, 100%. Либо нужно получать обязательно фидбэк деньгами. Вот каждый из вас сейчас, кто снимает хоть что-то на телефон, может заработать деньги. Просто вот, очень просто. Научись снимать, ну, просто научись снимать похожий рилс, допустим, про машину. Просто вот как ждать красивую машину на телефон. Даже не запаривать. Ну, то есть, телефон, раз, кадр, посмотри, найди, который успешно зашел рилс. Просто там 20 миллионов в ютубе, там, не знаю, где-нибудь, 2 миллиона в инстаграме. О, вот эта музыка, вот эта машина. Хорошо, взял. Пошел на парковку. Любая машина стоит. Попробовал снять. Научился снимать этот рилс. После того, как ты научился, подходишь в любой автосервис, который есть. Ребята, простите, у меня всего 10 лет, но я уже умею снимать. Давайте я вам сейчас сниму один рилс. Просто покажу, как я умею снимать. Если вам понравится, я вам буду снимать рилсы, там, по 1000 рублей за один рилс. По 500 рублей за один рилс. Ну, сколько хочешь, только по 300 рублей, как начнешь. Хочешь, до 20 тысяч начнешь бездрайдиться. Ну, ты сейчас свою цену предлагаешь, они говорят, хорошо. Все, ты им снял рилсы, они такие, офигеть, он ему 10 лет. Сколько тебе лет? Ему 10 лет, он так снимает. Может быть, мы его заберем, он будет нашей частью компании. И все. И ты начинаешь снимать, просто опять смотришь другой контент. И в ваших сферах то же самое, в любой сфере. Вот, кто понимал, кто снимает для себя что-то? Кто снимает? Что снимаешь? Лайфстайл, влоги. Влоги, куда? В YouTube, в Instagram? Сколько просмотров набирают? Ну, по 50 по 100. Что ты там делаешь? Просто рассказываю, как я проживаю с людьми. Прости, я тебя сразу так вот резону жестко, можно? Да. Пока у вас нет аудитории, никому не интересно, чем вы живете, как вы показываете свою жизнь, вообще не интересно. Если вы возьмете какую-то историю, одну маленькую жизнь, интересненькую, ну то есть со дня, что-то произошло, и из этого раздуете выпуск интересный. То есть ты прямо снимаешь, не знаю, про что, про что ты обычно снимаешь? Ну, обычно, ну, день, например, школьный, я не знаю, мужик. Школьный день, ага. Что-нибудь произошло в школе, какая-то интересная история, и ты ее рассказываешь, там, как нас выгнали с урока, или как ребят выгнали с урока, а я им постаралась помочь, там, с учительницей поговорил. Просто интересно рассказать историю, и об этом рассказать. Просто одну историю, суперинтересно. Важно просто рассказать, зацепить. Как анекдоты. Кто-нибудь вообще слышал анекдоты еще? Да. Я просто не знаю, я вот с того века, наверное, анекдоты были в моде, сейчас не знаю, слышали анекдоты вообще? То есть анекдоты, это правильно поставленная история, интересная. Заинтересовать, что там в конце, а, посмеяться. Или бы сказать, вау, круто. Вот, твоя история такая же. Снимаешь, прекрати снимать лайфстайл, просто замучаешься снимать, и такая, скажешь, ну, его в болото, пойду куда-нибудь вот, что-нибудь другое делать. Хорошо? Просто попробуй снимать маленькие, короткие истории, пусть будет по пять минут, но какая-то история отдельная. И про картинку не забываем. Делаем картинку красивую, все, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и все настроится. Так, а кто снимал здесь? Снимаешь что-нибудь? Чего снимаешь? Ну, у меня есть свой личный Телеграм-канал, вот это Телеграм-канал, вот мои команды спортивные. Спортивные. И что там оглашаешь? Ну, просто, допустим, какие-то классные ситуации со сборов или какие-то новости, моменты соревнования. Слушай, ну, футбол это большая тема на это. Баскетбол? Ну, баскетбол, наверное, тоже немаленькая, да? Но ты знаешь, что в Телеграме сложно продвигаться, ну, трафик нагонять, подписчиков себе набирать? Ну, знаешь, что... А Инстаграм есть? Инстаграм есть. А, Ютуб есть? Шортс? Нет, но именно вот Телеграм. Ты посты пишешь или видео? Видео. Видео? Так, проблема, берешь, заводишь Инстаграм, загонишь Ютуб шортс. Это дело 20 минут. И закладываешь рилсы, и оттуда перегоняешь себя в Телеграм. Пробовал так делать? Ну, у меня пока нет цели, но вообще нет. А какая твоя цель? Так, для чего ты ведешь Телеграм-канал? Рассказывай. Ну, мой Телеграм-канал, я просто делюсь чем-то классным, либо... Ну, именно тем, что насыщенно, классно было мне. Ты делишься для чего? Просто так вот делюсь. Для того, чтобы были подписчики, для того, чтобы... Что? Чтобы... Чтобы у меня было подписчиков, чтобы я чувствовал, что я имею много подписчиков. Можно так сказать, это тоже будет честно. Ну, не сказал, вот. А как? По чесноку. Ну, вот честно говоря, я бы хотел как-то потом, за счет того, что вот есть просмотры, есть аудитория как-то обналичивать будет. Сразу скажу, что если вы рассчитываете что-то снимать, и сразу такие, вот, я там вот наберу 100 тысяч подписчиков, и начну что-то продавать. Это будет сложно сделать. Надо сразу понимать, что будете продавать. Это прям сразу что? Что, на основе рекламы будет, или на основе каких-то брендовых кроссовок, брендовых вещей для баскетбола. То есть, разные виды продажа бывают. Тебе нужно понять, что ты будешь продавать. Прямо поставь себе цель. Я хочу сделать телеграм-канал про баскетбол, суперкрутой, там, номер 3, номер 1, номер 10 в России, в котором я буду продавать всякие найковские вещи. Я просто предложу им, скажу, у меня есть канал, давайте, я буду продавать, ну, то есть, вы мне вещи, а я вам буду делать рекламу. Или, там, заплатите мне, я вам буду рекламу делать, вещей для баскетбола. Тогда получится, без проблем, если цель такую поставишь. Если ты просто будешь гнать трафик и что-то делать, ты просто перегоришь, ну, бросишь его на полпути. Вот так и лучше не стоит, столько сил потрачено. Ну, я понял. Да? А вот, если я пишу истории, как это можно сделать у тебя? Ну, там, ты видишь, как это можно сделать? Ну, там, ты видишь, как это можно сделать? Слушай, ну, это интересно. Есть такие истории, которые страшилки всякие рассказывают, такие, как будто бы, смешные. Начинает страшилка, страшилка, а потом какая-то смешная часть и вообще... Короче, самое главное это вовлечь и суперинтересная и неожиданная концовка. То есть, ведешь все к одному, все абсолютно думают, что это вот именно вот так закончится. А там такой разворот событий. И такие истории заходят. И кадры просто набираешь, когда ты рассказываешь на камеру, сделай красивую картинку. Обязательно себя показываешь. Когда красивые истории рассказываешь, снимаешь себя обязательно, не только голос свой. Снимаешь себя на маленький кадр, ее когда-нибудь выставляешь. Или перебивками. И просто со стоков. Знаешь, что такое стоки? Короче, в Ютубе, в Ютубе, в интернете есть такие платформы, где ты вбиваешь, там, человек садится на стул и там очень много видео всяких. И такой, берешь, скачиваешь, такой, ага, вот под этот кадр подойдет, там, парень с девушкой гуляют по лесу. Парень с девушкой гуляют по лесу. Оп, скачал себя и у тебя выстраивается видео на основе твоей истории. Сложил интересную историю, подобрал кадры. Вот, пожалуйста, история у тебя заходит. Но как ее монетизировать, это другая история. А для чего ты снимаешь? Для пяти. Для чего? Какая цель? Ну, не знаю, просто, чтобы книжки твои читали. Чтобы книжки твои читали. Ты книжки прям пишешь. У тебя книжки уже есть. Нет, книжек нет для нас, если есть. Но они на полурсовке такой. Ну, там есть возможность монетизировать, есть? Ну, то есть, можно загружать туда, чтобы там скачивали полную версию. Суперинтересный тизер делать и говорить, что полная версия у меня вот по ссылке дам. Либо уже в дальнейшем печатать. То есть, интересные истории раскачиваешь, что просмотры шли. Ну, про книги. Про свои рассказываешь. Прочитал какую-то книгу, суперинтересная. Там такое действие. Ну, литераторов я не скажу, что там миллионы просмотров у тебя будут. Но если постараться, я думаю, там тысяч по 20 можно набирать. Такой аудитории точно. И 20 тысяч аудитории способны вообще очень просто продавать, там, 2-3 книжки в день продавать. Есть предположение, что можно сказать. Да, давай. Интересный фрагмент из книги выложить в юрку, например. И будут вопросы, что это за книга, можно ли не помидоровать. Это сложно заставить человека написать комментарии. Заставляют написать комментарии люди, которые... Ну, то есть, если тема провокационная, то есть, тебе прям вот очень хочется написать, да вы не правы. Да вот по-другому. Вот это заставляет. Там говорят, вот это черное, а ты же видишь, что это белое. А там все пишут черное-черное, а ты пишешь, ну что, ребята, это белое. Вот, это заставит. А просто там, ой, ребята, напишите мнение, пожалуйста. А как вам понравились мои кроссовки? Никто не напишет. И важно везде делать такой контент, который заставляет пересылать другому, заставляет написать комментарий, что-то сделать с видео. И сохранить. Сохранить это должна быть польза. Для того, чтобы ваши видео сохраняли, это должна быть какая-то ценная информация, которую легко забыть завтра. То есть, какой-то номер, какой-то стих там, и там, допустим, про христианский контент. Читайте этот стих, допустим, каждый день, и вы увидите там Божье благословение вот в этой сфере, 100%. И номер стиха укажите. Быстро. Чик, показали, и все. И вот такой человек такой, ага, хорошо, буду делать, но сейчас я не могу Библию открыть, посмотреть какой-то номер стиха. А вот, ну, завтра посмотрю. Оп, сохранить. И все. И вот таких будет много людей. И они будут сохраняться. А чем больше сохранений, тем больше просмотров. Поэтому так можно тоже делать. Да. Трэш. Не понял вопроса? Ну, например, если у меня будет 100 подписчиков, и 100 подписчиков, то, во-первых, я съем корицу, 10 килограмм, пусть ты на грязь. Ты любишь трэш-контент? Ты любишь трэш-контент, да? Смотрите, еще, ребят, тоже такое скажу. Контент я снимаю, то есть веду бизнесы, много снимаю видео, но я от процентов 50 контента приходится отказываться. Мне, то есть, очень хорошо платят деньги, но по... Собственно говоря, потому что я верующий, я не могу такое снимать. Какие-то видео с матами, кто-то матерится там, что-то сделает. Но я такой контент не буду снимать. Контент, который повлияет, сделать плохо. Вот ты сейчас спроси на меня, а ты сидишь и балуешься. Я тебе отвечаю на этот вопрос. Если ты будешь снимать такой контент, какую пользу ты донесешь людям? Заставишь их есть корицу? Много, пачками. А какой в этом толк? Какая польза? Нам, как христианам, вообще очень важно нанести пользу своим контентом. Неважно, это продающий контент, для бизнеса ты делаешь, для того, чтобы заработать. Книжки пишешь, христианский контент, баскетболи, это польза. А твой, это не польза. Понимаешь? А готовишься? Конечно. Ты готовишь и объясняешь людям, как правильно приготовить. Они такие, спасибо, супер вкусные бринчики, обожаю. А ты снимаешь приготовку? Слушай, да. Хочешь расскажу, как это делать, классно. Там, короче, просто миллионы просмотров. Это самая простая ниша в Ютубе. Хочешь миллион просмотров? Хочешь? Хочешь. Тебе нужна помощь родителей, как минимум, чтобы они помогли тебе купить хотя бы самый минимальный, самый дешевый китайский, свет какой-то. Посмотрите в интернете, какой тебе нужно свет правильно поставить. Как правильно его поставить. Это не супер много будет стоить. Потом сделать себе образ, белый колпачок себе поставить, петличку повесить, красивый фарточек надеть и выбирать самые простые рецепты. Блинчики, салат оливье и красиво это показывать. Пусть будет одним кадром, пусть это... как ты готовишь. И самое главное, чтобы... И шаурма вообще разорвется. Но самое главное, чтобы ты делал это интересно и ты после этого рецепта, который ты расскажешь, это получилось вкусно. Пусть это будет точно так же, но ты принесешь. Ниша еды самая простая. Там просто какие-то невероятные космические просмотры. Как сделать блинчики, там реально миллионов по 40 на каждое видео. Овсяный блин. Ну, это смотри, ты то... Как, что тебе снимать? Ты просто в интернете убиваешь свою идею. Овсяный блин. Ты... Вот. Но ты хочешь набрать просмотры или показать, как ты умеешь делать овсяный блин? Сначала тебе нужно набрать много просмотров, больше подписчиков, а потом делать абсолютно свои рецепты. Вот. Это очень просто. Слушай, ты победительница будешь. Если ты будешь продолжать снимать это все дело правильно, ты прям наберешь большие просмотры. Если танцевать еще. Танцевать? Нет, не в тему. Не в тему. Но если хочешь для себя, можно отдельно. Создай отдельный канал, контент и танцуй. Просто для себя. И наберется просмотр, наберутся желающие, это хорошо. Но это... Тебе пользы не принесет и ты закончишь с этим делом. Ну, если бы на одном один канал танцать? Если для себя, если хочешь, конечно, заведи. Но как для пользы, набора подписчиков больших и просмотров готовь. Это будет вот топчик. Да. Я последний раз в ноябре или декабре. Ну, в декабре, скорее всего, вышла передача на Благой Вести. Как его можно так сделать, чтобы, ну, перенести как-то в другую соцсеть, и чтобы переходили на YouTube, смотрели там передачи все, допустим, ну, чтобы зарегистрироваться вот этим каналам нашим благоуриям. То есть помогать Благой Вести развиваться. Создавать из контента полного видео какие-то коротенькие видео. Да? Слушай, ну, это не сложно. Допустим, проповеди. Берешь и нарезаешь рилсы интересных. И самые, выбираешь самые интересные моменты, которые рассказывают, самые цепляющие моменты, которые, на твой взгляд, 5-10 рилсов можно очень легко делать вот с нашей проповеди часовой, которые дают реальные пользы, какие-то переворачивают наше мышление и которые изменяют жизни. Вот выбираешь и выставляешь на своем канале и в YouTube шортах есть такая возможность, где ты указываешь, что есть полное видео по этой ссылке. Там прямо под роликом будет полная ссылка. Он нажимает и он будет переходить на Благую Весть. Тем самым ты будешь помогать церкви, то есть людей проводить. Это будет полное Евангелие. То есть, сколько раз чего Господь говорил нам, Иисус, идите и несите Евангелие по всей земле. Это будет... Ты занимаешься этим? А у тебя есть компьютер? Нет. Телефон есть. Ты можешь с телефона. Ты можешь в программах монтажных умеешь работать, монтировать уже, пробуешь, да? Ты можешь просто делать запись с экрана, этого даже будет достаточно. Просто нужно их участие запись с экрана сделала, туда принесла, там растянула на весь экран, вот, сделала там надписи, потом субтитры, и все. Это будет несложно делать. Есть вопросы? Да? Хэштеги в Инстаграме, в Ютубе? Хэштеги в Ютубе вообще не влияют. Никто, ни разу, ты, скажи, хоть раз в жизни ты набирала решетка и какое-то там слово в Ютубе, в поиске. Вот ответ, никто так не делает. В Инстаграме раньше это было очень популярно, раньше так находили контент похожий, то есть хотели смотреть про путешествия, нажимали путешествия и там все посты про путешествия. Сейчас у нас лента Рилс помогает, мы смотрим про путешествия, нам еще путешествия, путешествия, путешествия само, поэтому сейчас это никак не актуально, только контент, просто интересный контент, все. Дальше вопросы. Давай, хорошо много задавать вопросов. Лучше так делать много вопросов задавать, чем я дала. А, ну, надо вообще думать о помещении, то есть, как блогеры в лоб, ну, так не знаю, ставят всякие прикольные штуки. Тебе нет, у тебя есть миллион долларов? Вон, не думай. А если саму будет, я могу. Так уж помещение большое сделать. Да. Если, конечно. Нет, у меня это просто не, у меня комплексы большая, просто, например, как вот здесь даже подсветка, прикольная. Я тебе скажу, если у тебя есть такая возможность, делай все то, что в твоих силах в данный момент. Если у тебя не получается там супер хороший свет поставить и там экскаватор на задний фон или купить машину, ну, конечно, не покупай. Даже не думай, типа, вот у меня нет машины, поэтому не получается. Вообще не думаю об этом. У меня есть вот такой свет, вот такая гитара есть дома. Я буду придумывать все, что возможно, чтобы с этим снять это родилось какой-то интересный. Понимаешь? Если есть возможность, там у папы спросить, слушай, дай, пожалуйста, микрофон, 500 рублей, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Музыкальная сфера тоже развивается. Там тоже есть подписчики, просто их немного. Ты можешь... Попробуй. Попробуй. Я же говорю, для того, чтобы понять, что снимать, нужно выбрать нишу, выбрать то направление, где есть много людей и там много смотрят. У тебя есть код? Снимай про кота. Поставь доминошки, возьми домино. Знаешь, что такое домино? Такие штучки там, знаешь, да? Расставь их друг за другом. Типа ставишь, 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 последнюю ставишь, и код мимо проходит и толкает доминошку. Вот, наберет просмотр, сразу говорю. Попробуй просто сделать. Да. Обязательно снимать на одну тему? В Ютубе? В Инстаграме? В Ютубе не супер важно. Но как будто бы тебе лучше будет, если все будет на одну тему. Потому что в Ютубе каждый ролик сам по себе живет. То есть в Инстаграме ты как страничка продвигаешься, она тебе продвигает, показывает твой контент, со страницы. А Ютуб это отдельный каждый ролик. То есть что ты снимаешь? Конечно. Я думаю, что должно быть все на одну тему, потому что если ты снимаешь подготовку, люди приходят посмотреть, ну, рецепт какой-нибудь, а там игра, пожалуйста. Но если игра твоя хобби, то ты личность приходит не за контентом, а за личностью. Как ты преподносишь этот контент, чтобы смотреть на тебя, как ты разговариваешь, как ты ведешь себя, как ты шутишь. Понимаешь? И если ты потом снимаешь параллельно, как ты играешь, что-то там, и это особо не львиная доля контента была, а какая-то часть, то это не проблема, они будут смотреть. твое. Да? А если на барабанах играешь? Ты, короче, на барабанах играешь? То есть, ты делаешь блинчики на барабанах играешь одновременно? Нет, у меня на дате есть. Нет, она подогревает барабаны. А для чего? Ты просто спрашиваешь, тебе интересно? Это ради интереса? Да ты наберешь просмотра, но очень мало, потому что из всех вот людей, представь, вот все знают, что такие котики, и барабаны, это вот огромные, и вот это барабаны. Понимаешь? Это будет никому не интересно. Если ты будешь выдающимся барабанщиком... А вот так, типа, стучишь по барабану и блин переворачивается? Ну, если ты в формате у тебя весь канал про то, как ты готовишь, и вот такое видео будет выходить иногда, как ты там ты на барабанах блины переворачиваешь, ну, это будет интересно, это необычно, что это будет, но это не должно быть трэш-контент, а должно быть что-то просто необычное. Такое тоже можно делать. А если ты снимаешь реку, что? Реку, барабаны. Так, а как там это? Крика, барабаны, блинчики? Ну, реку. Снимай про блинчики, я себе говорю. Если хочешь быть популярной, хочешь много подписчиков, просмотров и деньги, уже сейчас зарабатывай. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Одиннадцать. Хочешь в одиннадцать лет уже какие-то свои карманы себе зарабатывать, прямо вот, ну, прямо вот зарабатывать? Вот это просто. Просто снимай приготовку и все. Еще больше. Столько, что ты такая, хочу вот туда поехать, хочу вот такую куклу, хочу вот такой костюм себе, хочу телефон вот такой. Все просто. Надо делать то, что делается. Снимай, приготовь, у тебя получится. Правда говоря. Опа, ну, у тебя прямо это, во все ниши прет. Про массаж тоже зайдет, но это тебе надо быть экспертом массажа. Это такая тема, где надо быть прям очень крутым специалистом, надо тебе пока рановато про массаж. Нет, массаж тоже. Тебе делали, да, но надо показывать, как правильно там делать, хрустеть, это будет заходить, но маленький просмотр. Да, конечно. А что по поводу хейта? Хейта? Так, хейт, это тот критерий, который дает нам такое понимание, что мы начинаем становиться популярными. Чем больше хейта, тем мы становимся больше популярными. Если вас никто не хейтит в комментарии, не говорят, что это плохо, вы так плохо выглядите, а могли бы и прическу сменить, а могли бы и другую кофту одеть, то есть, значит, нас не смотрят. Когда начнутся просмотры, найдутся люди, ну, везде такие люди есть. Зачем пишут, я не знаю, не могу сказать, ведь это их, как бы, жизнь, но такое пишут, и это показатель того, что вы становитесь популярными. да? А если мне какие-то вот трэш-истории из жизни, то что я могу продавать трэш? А что ты еще умеешь делать? Что тебе, ну, твое хобби какое? И чем ты хочешь зарабатывать в жизни? Ну, я бы хотела стать врачом? Да. Ну, начни снимать что-то про врачебные темы какие-то, про лекарства такие-то там. В ютубе очень много врачей, насмотрите их, послушай, я просто возьми их фразы, возьми их мнение и попробую докрутить свои точки зрения. И уже начинай про... Свой блог построить можно, но продать это будет сложно. Скажу так, что большинство денег, которые платят рекламы, то есть всякие банки, всякие там Авито, это очень крупные суммы, которые платят, они в такие истории не дают денег. А туда дают ставки на спорт. А ставки на спорт? 1xbet. 1xbet. И это просто, ну, это утопия. Даже сам единица блогеров, кто этим занимается, и то их хетит по полной программе. Ну, такое нельзя делать, это же казино. Ребятки, давайте задать вопросы. Просто пока я здесь, я вам столько могу рассказать. Если умеешь рисовать с тематикой, то можно как-то... Рисовать? Да. Конечно. Рисовалки, это просто интересная идея. Это залипалово. В Ютубе ты просто показываешь, что будет в конце. Ты видишь, как снимаешь, ты рисуешь, перерисовываешь, человек рисуешь, или что делаешь? У меня много наобранование в том, в том числе. Сейчас, в том, да. Возьми какую-то тему, любую, которая тебе понравится, и начинай рисовать. Поставь, посади человека, попробуй рисовать карикатуры какие-то интересные, чтобы смешно казалось. Карикатуры будут заходить лучше, чем все остальное поначалу. Просто интересно, как ты видишь, как ты интерпретируешь этого человека, там, у него слегка большие уши, а ты ему, как у слона, рисуешь уши, это будет интересно. И всегда интересно людям посмотреть конечный результат. То есть, начала там рисовать быстро, и они дождутся до конца, что уже в итоге получилось. И, когда они досмотрят до конца, ролик просто будет уходить тренды, и все. Можно еще добавить истории какие-нибудь интересные, когда это. А ты что-то снимаешь? Ну, я хочу снимать. Что ты хочешь снимать? У меня там детский, можно туда сказать, контент. Вот, хорошо. Здесь очень интересные. Ну, прекрасно, сказки делай. Ну, нет, там есть такая для человека игра, и не очень много сейчас делать. Ну, делай обзоры на нее, обучение, как в нее играть. Делай, снимай, снимай. Ты можешь поменять, как говорится, переобуться, на ходу можешь. Ты снимал два месяца, снимаешь год, снимаешь об одной теме, и ты такая, все, не хочу проиграть, хочу снимать про блинчики. Начинай снимать про блинчики. Это нормально, это ничего страшного. Этап жизни меняется у тебя, и ты можешь, с тобой люди тоже будут меняться. Ну, вот, если ты на этом остался, человек, вот, подкрыл на блинчиков, а потом снимаешь машину, мне кажется, аудитория сейчас не будет. С одной стороны, да, какая-то часть аудитории отвалится, но какая-то нет. По опыту скажу, что большие каналы аудитории остаются, они приходят на личность. Если ты поменялся в жизни, ты же не можешь всю жизнь делать блинчики. Ну, не можешь ты. У тебя сфера менять, тебе надоело их делать. Ты 20 лет их делаешь, делаешь, ты уже перекрутил этих блинчиков, тебе уже, хочу колеса крутить, пойду колеса крутить. И показываешь, как колеса крутить, у тебя будет смотреть. Потому что ты личность, тебя уже смотрели, им понравилась твоя подача, как ты шутишь, твоя харизма. Поэтому будут смотреть, не переживай, это нормально. Там через 2 года, через 3 года сменить контент можно. Можно. В YouTube точно, в Instagram можно. В YouTube можно. Да, конечно. Ну вот, если попробовать снимать сначала в шоу, допустим, в шоу, снимать какие-то видео, смешные, другие какие-то, а потом на обычном виде, там, длинные видео, понимать, как это снималось, там, как совмест, там, все такое. Смотри, расскажу секрет. Шорты в YouTube не влияют на длинные видео. Пока что. В наше время, пока что. Если у тебя будет миллион подписчиков в YouTube через шорты набранные, то и ты выложишь длинные видео, тебя посмотрят 100 человек. они никак не влияют. Поэтому, то есть, представляешь, человек просто вот, лазил в YouTube, там, с котиком смотрел и такое опытовое видео. Как я снял смешную историю? Ну, не посмотри же, согласись. Да? А если снимать том же и том же... Мне уже интересно. Ну, например, а блина, если тебе канал облина. Да, это хорошо. Ну, блины, например, бананы, потом спутника, потом... Суперски. Это отличный идея. Если блины заходят, снимай про все блины, которые возможны. Хоть с чем. С сыром, с баклубникой, с черникой, совсем подряд. Снимай все возможные блины. А если сделать мороженое, то это... Сделай. С чего? Сделай. Ты просто возьми и начни снимать. Я тебе говорю, просто начни снимать. Туалет и сюда мороженое. Туалет? Это креативно. Ну, то есть, еще важный момент. Становятся популярными те, которые совмещают стандартный контент, который там, христианство, машину, бизнес, что-то еще, с какими-то нестандартными идеями. Мороженое, туалет. Вот как можно было такое придумать? Я не знаю. Но это, скорее всего, зайдет. Ну, взять туалет и взять мороженое. Ну, видеть туалет и сделать мороженое. Ну, сделай. Это не страшно. Без лица важный красивый голос. Его нужно ставить, чтобы он был бархатистый. Как диктор Алиса, знаешь, поверните направо туда. Но я условно, Алиса, просто такой голос, который хочется слушать. Вот. Так, для начала это можно. А потом ты можешь рассказывать истории интересной жизни и фактов. Заходят люди, там, А вы знаете, что Рэйв Крок там что-то сделал? Ну, кто Макдональдс, кто КФС там открыл, кто-то и что еще. Кто там, а вы знаете, там, как Иисус, необы... Сто процентов не знаете такой факт, когда Иисус ходил по воде, там, и какую-то мелочь найдешь там в стихе и рассказываешь. И просто показываешь какие-то из фильмов кадры про Иисуса, про свое остальное. И просто голосом ведешь человека. Такое тоже можно делать. Да, ребятки, пока здесь надо задавать. Ребят, вы что-нибудь снимаете вообще? Да. А что снимаете? Что молчаем тогда? Я жду пополчу. Давай, идем сюда, рассказывай, что случилось? Что канал какой? Типа про игры и вообще про... Я так понимаю, про игры всем нравится снимать, а все играют, да? Я снимаю про... Я снял... Я снял... Как ты играешь, ну, телефоном снимать и делать запись экрана с телефона. То есть два телефона тебе нужно для этого. Чтобы это лучше захотело. Да? Сейчас, секунду. Давай. Тише, ребят, тише. Смотри. Шорцы намного проще. То есть для начала, чтобы ты привык к камере или ты привык к просмотрам, начни начинать шорцы снимать. Они короткие, можно сделать по 30 секунд, их просто создавать и намного быстрее набрать подписчиков. И просто посмотреть, есть ли вообще просмотры в твоей теме. Выбыл какую-то тему снимать. Пробуй, начни снимать. Длинный контент сложнее делается, но он намного больше располагает аудиторию. То есть могу пример привести. Если человек смотрит трилс про Иисуса, и где говорит, ребят, покаетесь, то через шорцы никто, скорее всего, не покается. А если мы смотрим длинный ролик по 20 минут, где человек ведет к этому, рассказывает, там факты приводит, свидетельство говорит, то, конечно, шансов больше будет. Но шорцы начинать это хорошая идея. Так. Разумо, почему? Я еще понял, то, что, типа, когда из каждого видео, например, из-за появления, надо обложки ставить, чтобы... Обложки, конечно. Обложки это 50% успеха для того, чтобы вас кликнули. И название. Два фактора в Ютубе для длинных видео. Название и превьюшка. Они не должны быть... В превьюшке должно быть много всего натыкано. Всяких мелочей, там, любую сферу игры возьмем, там, машина, код сзади, автомат, клюшка для гольфа. Возьми какую-то одну тему, покажи ее и поставь. Тогда будет больше шансов. И назови это интересно. Так, сейчас, секунду. Про блинчики помню. Можете посоветовать, например, приложение, которое можно начать монтировать? Капкат. 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 Там все есть, все бесплатно, пожалуйста. Да, блинчики. Не, не, а если я снимала в дом, это блинчики. Делай все. Начни снимать про блинчики. А потом все то, что тебе в голову приходит, и ты можешь это сделать в реальной жизни у себя дома, на кухне, делай, пожалуйста, с ними. Ты просто будешь популярна, я тебе говорю. С такими идеями. С такими идеями, я тебе правда говорю, у тебя креативные идеи. И не слушай никого, что такое не зайдет. Снимай. Какой вопрос? Почему нет вопросов? Я... Что снимаем? Да. Ничего не снимаю. Ну, для кого-то, для чего-то. Котиков. Котиков? Котики, конечно, хорошо заходят. Котики хорошо заходят, да. Особенно, если в разведении котиков будет котят, будет смотреть и покупать котят. Да. А есть у тебя такой шоколад, который... Снимай все. Я тебе говорю, все снимаю, вообще все. У тебя очень крутые идеи. Ты можешь не спрашивать меня, правда, сразу беги, снимай. тебе говорю. Давай, сейчас, секунду, смотри, вопрос какой. А если ты хочешь сделать свой канал там про готовку, то где тебе лучше начать? В Телеграме, ВК? В Ютубе. Только в Ютубе. Как ты смотришь интересный ролик или что? Как ты смотришь интересный ролик или что? Свободный ролик или что-то интересный ролик или что-то интересное? Свободно. Только тебе нужно рассказывать об этом ролике, что-то интересное. То есть свой гул на зеленом экране и смотреть ролик и рассказывать. Такой контент заходит интересный, даже не знаю почему, но заходит. Снимай все, все. Ты можешь уже бежать снимать, я тебе правда говорю, ты зря время теряешь. А если я сделаю такой шоколад, который 10,18, у брата все-таки не езжай. Снимай все, там есть такой ролик про шоколад какой-то там, они в лед шоколад или горячий шоколад в лед или холодный шоколад. Короче, что-то сделали, посмотри в Ютубе, там что-то миллионов сорок просмотров есть. Ребята, какой вопрос, давай. Ты снимаешь что-нибудь? Да. А что сидим? А можно просто снимать людей, ну просто рассказывать про людей, которые уже известны? Да. Может, это было не было? Конечно. Вот, мне только что спрашивали, можно голосом рассказывать про их интересные факты из жизни? Как они добились успеха? Как у них был какой-то нюрон в жизни, когда им было тяжело? Кто они такие? Почему они это так сделали? Какой-то секрет их небольшой. А почему он так сделал? Ну, конечно, можно. А ты про что имел в виду? Что именно ты хотел снимать? Да, просто, например, я лего собираю здесь. А известный? А известный тут при чем? Ну, либо просто рассказывать про людей, которые уже известны, ну, чего они там допить. То есть ты сидишь, лего собираешь и рассказываешь про людей? Нет. Я снимал такой канал, у меня был такой канал, где сидели ребята, собирали самые популярные лего. Часа три они сидят, собирают это все и рассказывают на все темы. Ну, не суперинтересно, скажу сразу. Отвлекает. Нужно, наверное, либо лего собирать на быстрой переметке, либо рассказывать про людей. Снимай. Снимай. Беги, снимай. Ты чего сидишь? Ребята, вы что-то снимаете? Интересно? Медиа, контент вообще снимаете какой-нибудь? Или в будущем? Или просто для этой информации? Отлично. Будет полезно. Ребятки, расскажу вам такой супер-супер-супер секрет. Оператор, профессия оператора, с камеры что-то снимать, я думаю, самый лучший в жизни. Потому что... Тюрьму снимать не надо. Подожди, не надо. Тюрьму снимать не надо. Оператор, то есть это та работа, когда ты снимаешь различные мероприятия, различные вещи, различных людей. И снимаешь очень часто. И вы будете получать столько информации, которой нет в повседневной жизни. Вы не найдете таких секретов, таких нюансов. И когда вы снимаете очень много разных сфер, вы поймете, что вам интересно. То есть быть оператором, для начала, мне кажется, самая классная профессия. Вы поснимали миллион разных вариантов, чем в жизни заниматься. О, вот этим занимается человек, я этим хочу заниматься. И у меня уже куча информации. Я его два года снимаю, я уже почти как он. И начинаете этим заниматься, и у вас и получается. Это, наверное, прям... Возьмите камеру, начните что-то снимать, потом снимать кого-то. И легко выберите свою нишу, чем заниматься в жизни. А вообще, какие планы у вас на жизнь-то, ребят? Планы ставите, цели какие-то? Да, я учиться. Выучиться? Да. Стать стоматологом. Стать стоматологом? А почему ты не снимаешь про стоматологию сейчас уже, что-нибудь? Я не просто стоматологу снимаю. Я буду тоже снимать. У него очень хорошая стоматология. Да, у него достаточно много. Да. Так, ребятки, кто читает Библию? Каждый день? Каждый день. Каждый день, это круто, ребятки, это прям круто. Это круто. А кто-то молится о том, чтобы у вас в жизни все получилось, и о конкретных вещах, прям вот конкретных. Да. И то, о чем молились, уже происходит в вашей жизни? Да. Вот. А ребята, кто не молится остальные? Уберите на вооружение. Это классная тема. Реально работает. Пока не начнете это делать, я не скажу, что это не получится 100%. Оно получится когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь да получится. Но если молиться, то 100% уже произойдет в нужное время. 100%. Новая идея пришла? Давайте, ребят, у нас остается, мне кажется, вообще пару минут. Максим, какой вопрос есть? Все? Нас не выгоняют, можно какие-то вопросы подозревать. Как скажут, там на выход мы выйдем. Или вы кушать хотите? Уже раздыхал. Кушать хотите? Да. Да. Ёх, простите. Идем есть тогда. Есть. Спасибо за внимание. Да. Если кому-то что-то интересное, можете лично подойти, пообщаться. Расскажу что-то полезное. Спасибо за внимание. Продолжение следует...